Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре классные фидера, отличнейшая серия, известная многим. Это Zemax Razor. Хоть она и известна многим, но не все знают до конца ее плюсы и минусы, соответственно, для чего какой фидер используется. Значит, серия состоит из шести фидеров. На данный момент у нас их пять штучек, самого младшего нет. Нет. Начнем вкратце. Значит, вещь у меня в руках действительно можно назвать вещью с большой буквы. Производство Корея. Это не китайский уже фидер. Бланк высокомодульный карбон. Кольца Seagite со вставками из оксида циркония. То есть, эти кольца без всяких проблем выдерживают многолетнее использование плетней и монолеской. И фидера известны. Я сам ловлю тоже иногда ими. У меня есть определенные модели в арсенале своем, которые я часто на своей рыбалке выезжаю. И я вот использую эти фидерочки тоже, помимо всех остальных, которые у меня есть. Дальше. Бланки снабжены младшими вот такими колечками. Они хоть и выглядят как матчевые, но на самом деле они прочные. Их не согнешь, в отличие от классических матчевых колец недорогих. То есть, здесь действительно, хоть они малые пропускные колечки, малого диаметра, но катушечка 4000 сюда встает. Я ловил с 5000, дальше уже не ставил. Ну, как мне кажется, 4000-5000, а младшие модели совершенно спокойно можно ставить. Это не затрудняет забросы и так далее. Эти фидера, конечно, не для дальних дистанций. Значит, отвлекся чуть-чуть. По катушкодержателю, также корейский катушкодержатель. Проверим его качество. Я имею в виду, одна из характеристик вообще качества сборки бланка. Ну, вот как всегда, я откручиваю форогриппы, мы видим, что идеально здесь все закрыто. Вся щель между бланком и катушкодержателем, гильзой, точнее, катушкодержателя, она отлично закрыта, идеально, то есть, ювелирно, можно сказать. Поэтому здесь вопросов никаких нет. Форогрипп, небольшая гаечка сверху, эва, материал, тоже не могу сказать, что она какая-то там ненадежная, то есть, у людей она, да, замызгивается частенько руками от прикормки, может быть, стоило бы побольше чуть сделать этой эвы, но как бы здесь действительно дизайн красивый, фидер действительно выглядит красиво. Дальше рукоять. Здесь у нас наполовину самый мой любимый материал, rubber, так называемый, да, это пробка с резиной, обрезиненная пробка, ее называют еще. Дальше, ну, остановлюсь на рабре чуть-чуть, да, плюсы это очень износостойкая, конечно, отличнейшая. Она не боится воды, она не впитывает воду, даже есть случаи, я знаю, рыбаков, когда был удивлен, когда они не снимали вообще вот эту, да, пленку с ручки и ловили целый год ими, да, я спросил, значит, чего вы не снимаете, уже замызганный весь фидер, да, и при том они уже, эта пленка, она в дырках вся, то есть, туда влага, вода попадает, да, вот rubber, все равно ничего с ним не случается. Вот почему я люблю этот материал, я, как бы, этот материал же и выбрал для установки на свои фидера Photon Pro на новую модификацию. Минус этого материала один, это вес, то есть, за счет резины он тяжелый, вот, в общем-то, и все, ну, как, относительно тяжелый, поэтому для меня лично, там, плюс 20 грамм к весу фидера не пугает совсем, я как-то это спокойно переживу, да, но зато я буду знать, что фидер у меня долгоживущий, который хватит нам много-много лет, ничего у него не развалится, не раскрошится, никакая пробка, да, и ничего не произойдет. Но для некоторых 5 грамм разницы в фидере, оно почему-то решающее, но вот такой фетиш, не знаю, определенный у людей, некоторые есть. Ну, вот, тем не менее, здесь, как бы, стоит раббер, и с ним вопросов никогда ни у кого не будет. Дальше идет Эва, Эва тоже мелкопористая, очень плотная, без всяких, там, каверн и тому подобное, ну, и классическая пробочка, торцевая, фирменная, брендовая Zemax. Давайте перейдем тогда уже к каждой модели. Значит, по поводу посадочных диаметров вершинок я сразу скажу, что к младшим двум моделям, да, идет посадка 2.2. 3.0 посадка у модельки 12 до 80, и 3.5 у всех хэвиков, экстра хэвиков. Поэтому к посадке уже не обращаются тогда. Значит, по транспортной длине нужно это? Ну, давайте померяю. Просто вы так и не пишите в комментариях, нужно, не нужно, но я так понимаю, если не пишите, значит, наверное, нужно. Давайте тогда померяем транспортную длину. Значит, у меня в руках 330 до 60, транспортная длина 140, рукоятка 40 ровно, и от центра держателя до колечка 56. Диаметр, давайте, бланка и кольца, важные моменты. Бланк у нас 11, и пропускное колечко, оно небольшое по диаметру, но рассчитано не на, по большому счету, течение, не на дальний заброс, а именно на карповую ловлю. 11 мм внутренний диаметр кольца. Вершинки три разных, длина, ну, от 60 и ниже, и меньше. По набору вершинок единичка 0,75 и двушка. Давайте сейчас я проверю, как вот, насчет соответствия жесткости. Ну, я думаю, что никаких, даже не думаю, я знаю, здесь никаких проблем нет, но вот именно у этой модельки, вот, единичка, ну, да, наверное, я бы сказал, нет проблем. Мне казалось, что она чуть-чуть, где-то 1,4, вот так вот, 1,3 единичка, а остальные, вот, прям, четко, как оно есть. Ну, опять же, это если придираться. Посмотрите другие бюджетные модели, там написано 1, а в реале на 4 унции, поэтому здесь, как бы, это, если придираться очень. Значит, следующая модель у нас 12 до 80, здесь у нас тоже в комплекте три вершинки карбоновых, как и карбоновые вершинки в предыдущей модели. Длина вершинок 53, что радует, что у этих вершинок крупные пропускные коречки. Сюда пролетает и шок-лидер, узел шок-лидера, вершинки соответствуют тестам, то есть, как всегда, у меня маркерный такой тест про пролет узла, да, когда монолеска основная, шок-плетеная леска основная, привязана к ней монолеска, основная плетенка 0,11-0,13, а монолеска в качестве шок-лидера 0,26-0,28. Вот я вяжу правильным узлом, кому интересно, как правильно вязать шок, чтобы была плетня к моно именно привязана, потому что есть узлы для моно к моне, плетня к плетне. Вот плетня и монка я так ловлю, вот у меня шок всегда из монки, я убиваю двух зайцев эти. То есть, я пробиваюсь дно и хорошо читаю дно, а потом просто переставляю, снимаю грудь, вешаю кормушку и ловлю. Поэтому для меня это вот важно. Поэтому кто хочет узнать, какой правильный узел вязать на шок-лидер, да, для привязки шок-лидера, ссылка будет под видео. Внизу на сайте Multifish она есть, да, прям досконально, как там что по движениям, куда что вяжется, какая ниточка куда пропускается. Значит, дальше, рукоятку 1280 у нас 45, от центра держателя до кольца 58, диаметр бланка 13, колечко 15. Так, и транспортную 126. Следующая моделька это 13110. Очень востребованная модель вот и у людей, и у меня. В частности, 137 транспортная у нее. Я вот очень часто ей пользуюсь на реках, на водохранилищах, где нужен так, заброс под 70 метров, 60, то есть рабочей дистанции 50-70. И какие-то стоячие водоемы, даже вот, ну, не водоемы, а водохранилища стоячие, да, где там ветровое течение какое-то есть, где нужно сбросить там и под 80 метров иногда. Там бывает лещ стоит, да, там. Поэтому вот этот фидер, он как бы мной лично даже востребован. Очень бросковый, прекрасный вяжущий, но об этом я потом расскажу. Значит, по рукоятке 48, от центра держателя до кольца 68. Значит, бланк, 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 13. И здесь колечко у нас покрупнее уже, ровно 20 миллиметров кольцо. Вершинки желтого окраса, но вот единственное, что мне не очень нравятся желтые вершинки. Лучше бы сделать, как я на Фотоне Про, у себя на Сабонееве. То есть, часть желтая, часть красная. Для любых погодных условий вот такая окраска, она подходит просто идеально. Для темных условий, там, тучи, еще что-то желтое прекрасно. Солнце намного ярче смотрится красный цвет. Поэтому вот при всем вот этом, наверное, к чему докопаться, как говорится, да, вот до этих фидеров, то, наверное, вот только краски вершинок. Я бы все-таки сделал так, красный, половинку красненького, да, половинку желтого. Так, длина вершинок у нас здесь подлиннее, 66. Ну и посадка, соответственно, 3,5 уже, как я уже сказал. Кольца тоже крупные, улетает все. То есть, к этому даже не возвращаемся у всех фидеров. Значит, дальше, 13,140. Тоже такой вот речничок хороший, приятный очень речничок, вяжущий. Значит, 50, рукоятка от центра держателя до кольца 68. Вершинки у нас 66. Толщина бланка 13. И колечко у нас тут приятное, крупненькое, под любые катушки, наверное, 25. Так, ну и последний. Рейзер 14,140. Максимальная дальнобойная палка. Бланк, толщина бланка 14. Кольцо тоже 25. Рукоять 50. От центра держателя до кольца 70. Ну и транспортная длина. Я, наверное, тут за кадр уже вылез. Он тут у меня лежит. Транспортная длина 145. Вот я, по-моему, не померил предыдущий, который 13,110. Сейчас скажу. Не померил предыдущий транспортную. Нет, 13,140. 135. И у 110-го транспортная 137. Друзья, забегался сегодня. Дел полной. Забыл вам про вершинки на всякий случай сказать. Хоть это и есть там мультифиши, вся информация. Но люди смотрят здесь, да. И поэтому некоторые пишут, чтобы все-таки поподробнее чуть говорил. Значит, Х13110. Вершинок три в комплекте, как и у всех. Они графитовые. Двушка, трешка и четверка. Значит, к фидеру 13,140. Написано метод фидер. Вершинок у нас тоже, естественно, три. Все карбоновые, четыре, три и пять унции. И к дальнобою нашему 14,140. Вершинок у нас тоже три. Все карбоны, три, четыре, пять унции. Давайте раскладываем удилища и смотрим стройку. Так, разложили мы удочки. Как видите, места у нас в магазине прибавилось. Дверь белая уже полностью открыта специально для видеообзоров. А то действительно, как-то не очень хорошо раньше было. Слишком мало места. Значит, 11,60 у меня в руках. Ну, приятная палка, как вы видите. Достаточно легко лежит в руках. Баланс хороший. На течение я бы ее не брал. Скорее всего, это больше стоячие водоемы. Либо, в крайнем случае, небольшое течение. Прогрессивный строй. Давайте нагружаем. Видите, правильно грузится в ланк. Вот я руку свою показываю. Левой рукой держу. Смотрите, вот отлично. Просто идеальнейшее удилище. Будут вязать и крупную рыбку. Но на платвичку можно совершенно спокойно, на карасика пойти. По поводу перегруза, загруза и так далее. То есть, вот 14 грамм он уже метает превосходно. Я ими всеми ловил и не раз. Как я сказал, что две модельки у меня в ходу вообще. Ну, частенько лично, да. По поводу перегруза, лучше нежелательно. Скажем так, 56 грамм, вот кормушка, плюс корм. Это у нас получается почти под 80. Ну, среднего объема, скажем так, кормушка. То здесь он, фидерочек, он бросает. Но больше он уже будет заваливаться. Поэтому лучше не нужно. Если только вы не ловите на ближней дистанции, когда вы можете, вам нужно закормить на ближней дистанции объемными кормушками. Ну, берете там 5 грамм кормушку условно, да, бросаете с большим количеством корма. Тогда да, еще можно. Но вот на дистанцию он у вас не бросит, если вы перегружать их будете. Значит, следующее, это 1280. Эта палочка уже может, хоть и колечки там не сильно крупные, но она может применяться на течение. Она неплохо держит среднее течение. Точность также стоячая вода, естественно, ее. Сразу скажу, что, как и обычно, мы ставим на фидер среднюю вершинку из теста. Также прогрессивный строй, приятный. Уголечек сразу видно качественный и дорогой. То есть здесь 40-46 тонн, скорее всего, стоит. То есть это примерно то же самое, как в моих фотонах PRO, либо там аналог Тригорон Гретхаму, но у флагмана и так далее. Вот баланка быстро возвращается, быстро работает. Ну, приятно, ничего не могу такого плохого сказать. Баланс тоже замечательный. По поводу кормушек, значит, 28 грамм он начинает раскрываться уже. И хорошо пуляет даже 28 грамм. А вот так, чтобы прям ощутить по полной, это вот 42-56, это просто его. Да, выше 70 я ставил, тоже может, тоже может. И течение на 70 грамм, имейте в виду, он держит. То есть дистанция заброса, допустим, 40-50 метров на течение, там, канала река, 70 грамм кормушку, он держать у вас будет. Дальше уже начинает проваливаться. Значит, нагружаем. Смотрите, построй аналогичный, прогрессивный строй, но с более упругой средней частью, как вы видите, да, упругим низом, для того, чтобы, соответственно, это будет прогружаться, когда вы будете грузить уже по полной программе с силовым броском. То есть очень хороший медиум, приятный. Не знаю, почему некоторые пишут, случайно натыкаюсь на какие-то комментарии, что не нравится Zemax, что фидера Zemax не очень хорошие все, и вообще фирмы как фидерную не воспринимают по какой-то причине. Но для меня это ерунда полная, то есть хорошие наборы серий у Zemax, то есть от бюджетных до высокого класса, никаких вопросов здесь нет ни по качеству, ни так далее. Часть фидеров делается в Китае, часть в Корее. Значит, 13110 у меня в руках, вот такой вот строй, он вроде бы по ощущениям быстрый за счет дорогого угля, видите, как быстро встает, но легкий потряг достаточно, видите, как он сразу загружает бланк, то есть посылистый абсолютно бланк. Я вот не сильно его даже трясу, и он как катапульту уже прям вот выстреливать будет кормушки, но он это и делает, да, соответственно, как я сказал, у меня он самый востребованный из всей линейки Zemax. Колечки здесь уже крупненькие, смотрите, видите, катушка 5-6 тысяч совершенно спокойно сюда садится, без всяких проблем. Здесь идет противозахлестные уже кольца на бланке, ну, соответственно, помель, да, и среднее колено. Давайте нагружаем. По кормушкам тоже за счет своей работы вот этой бланкой очень интересной, 28 грамм он уже начинает бросать, и дальше его до 100 грамм, я ставил 100 грамм, 90 грамм, он прям вот включается, одно удовольствие, им работать даже на 90 грамм с кормушками. Смотрите, тоже погружу, давайте посильнее сейчас я нагружу, вот сильнее тащу, второй рукой даже подключаю, видите, точность такая же, парабола отличная, вяжущая, бросковая, то есть бланк, видите, как включается, то есть отличная работа будет бланк. То есть по дистанции я им бросаю совершенно спокойно 70 метров, без всяких вопросов, то есть так вот, прямо изо всех сил с разбегу, вот кто-то мне пишет там, какая максимальная дальность заброса, вот как на этот вопрос ответить, какая максимальная дальность? Сидя максимальная дальность, комфортно просто, чтобы можно было усилия применять небольшие, да, ну ловить, допустим, 5 часов, 4 часа ловли, да, либо это с разбегу можно вот наметнуть на самую дальнюю дистанцию. Естественно, это будет по-разному, но вы не будете с разбегу метать там, с целью просто максимально добросить как можно дальше, там плевать на точность и так далее. То есть здесь комфортная работа бланка, вот у меня 70-68 метров, то есть мне абсолютно комфортно им работать. 13-140, старший брат предыдущего, точность таким же, видите, строем, такая, с прогрессивный строй, ближе, даже немножко в сторону среднего быстренького, но я бы все-таки сказал, что это прогрессивный, потому что бланк начинает грузиться с ростом нагрузки очень равномерно. Соответственно, по, то же самое, по кормушкам 42 грамма плюс корм, соответственно, да, и до 120, то есть 120 я им бросал, но вот дальше уже тяжело, даже 120 плюс корм нет, и он как бы даже течение перестает потихоньку держать на вот этих тестах, имейте это в виду. То есть вот 120 граммов, он уже плохо держит течение с вершинкой, ну и, соответственно, даже 100 грамм, я бы сказал, уже начинает так вот под вопросом, нужно фидер ставить в урез воды, то есть вершинку вставлять фактически уреза воды вниз, не вверх ни в коем случае, как вот многие считают, а именно вниз ставить фидер для того, чтобы у вас плетня ваша стерилась просто сразу же по дну. И тогда потоки воды на нее не давят, и вы можете применять вершинку сразу на тест ниже, то есть там вот там, где люди другие ловят, там, когда вверх задран фидер, три унции стоят, да, то просто попробуйте, поставьте вниз фидер, чтобы сразу стерилась там, да, по воде, потому что около берега же нет 2-3 метра течения, а все течение идет в верхние слои воды. Ну и, соответственно, вы, может, будете ловить с полутора-двумя унциями, хотя сосед будет с тремя, ну и поклевок у вас будет больше, потому что снасть будет более деликатной. Значит, нагружаем этот фидерочек до 140. Да, точность такой же строй, просто более мощная палка. Вот я двумя руками держу, да, хороший запас, хороший бросок, то есть имейте в виду, да, вот 90-70 грамм, вот комфортно. 120 он бросает, да, бросает, но 100 грамм комфортно, да, на 120 уже я бы не стал. 120 я имею в виду чистого веса кормушки, то есть и в целом, я не упомянулся, но общий тест, то есть указан на всей серии Razor и вообще на всех Zemax указан общий, то есть это вес кормушки самого свинца плюс корм в ней при условии среднего объема кормушки. На 14-140, то есть это для тех, кому нужно бросить далеко. И, в общем-то, что удивительно, палка лежит в руках очень приятно тоже, просто это то же самое абсолютно, что 390 по ощущениям, просто длинней. При том, вот если взять в руки 390-140 и вот этот 420-140, у меня нету разницы особо большой в руке. То есть это вот действительно палка очень классная и кто ее проектировал, Попов, насколько я понимаю, ну не знаю, как бы вот считается, что Попов, но лично он, не лично он, кто-то участвовал еще, не знаю. Но, скажем так, эта палочка получилась очень изумительной и я считаю ее вот в этом тесте и в длине одной из лучших вообще на российском рынке. Поэтому кому нужен действительно классный тонкий бланк, классный дальнобойный фидер для стоячей воды, скажем, дальнего заброса, для течения, это вот этот вариант. Вы спросите у меня насчет стоячей воды, сейчас вам скажу, почему я сказал про стоячую воду. Смотрите, колечки, крупнейшие колечки, то есть шеститысячник, сюда все это, естественно, 4, даже 8 тысяч обойдет. Почему про стоячую воду? Потому что если вы, допустим, ловите на карповнике, где карп стоит далеко от берега, но это стоячая вода и вам нужно его кормить объемными кормушками, естественно, вы берете более мощную палку, чтобы она бросила эту объемную кормушку, добросила на 70 метров до стаи карпа, где он кормится, там, или на 60 метров, на 80 метров, да, и у вас фактически экстра-хэвик почти в карповик превращается. И вот в этом случае вам нужна, соответственно, достаточно нежная вершинка, чтобы фиксировать поклевку, там, унцовка, допустим, да, полутора унцовка, 0,75 я часто ставлю, но при этом сам фидер у вас будет экстра-хэвик, и вы будете ловить на стояке. Давайте нагружаем. Вот этот фидер в плане-то очень подходит. Плюс к этому, за счет и диаметра вершинки и так далее, да, он держит течение тоже очень приятно, очень хорошо. Смотрите, видите, очень изумительная просто парабола, бросковая, то есть загружается весь бланк, как у некоторых моделей, которых на рынке немало. Бланк рабочий весь во всей своей длине, да, а у некоторых это совсем не так, то есть работает только часть бланк. И вы практически, фидер, не участвует в забросе, то есть вы тужитесь и пыжитесь, чтобы далеко бросить. Пара слов про чехол и, как всегда, про запчасти упомянусь. Zemax активно не возит запасные части, в прайсе запасных частей нет, но, тем не менее, мы постараемся обеспечить своих покупателей, которые у нас покупают в удилище Zemax запчастями. Не могу говорить на 100% это, но вот уже, скажем так, постоянным клиентам мы помогали в этом и действительно давали запасные части на удилище Zemax. Даже на те махи и баллонки, которые были раньше, которые уже давно сняты с производства, у нас они еще остались, даже запчасти к ним. Поэтому обязательно подписывайтесь на социальные сети магазина Multifish. В этом случае и при покупке у нас в период действия акции мы вам отдадим запасную часть до двух запчастей в год, которые вам понадобятся, даже если вы сломали по собственной инициативе. Второй момент, что от нашего магазина мы предоставляем бессрочную гарантию на заводской брак на весь срок службы удилищ, купленных у нас в магазине. Подробно читайте в программе лояльности, это стартовая страница сайта, под номерами телефонов будет написано программа лояльности, раздел. Там все подробно указано, что, как получить запчасть бесплатно, как стать участником программы лояльности и так далее. Ну, значит, по чехлу, с моей точки зрения, идеальный чехол, он не очень дорогой, то есть это не завышает цену как-то, но это и не, ну, грубо сказать, не брахло, которое там на пять рыбалок все разрывается и все выкидывается, да, весь этот чехол. Действительно, прочненький чехол из синтетического материала, хорошо и качественно прошит кармашек на липучке для тубуса с вершинками, как и в серии Айрон, как и в Хайпро, это карман большой, сюда войдет даже второй тубус точно из такой же. Конечно, я вначале не сказал про тубус, но вот сейчас упомянусь, что у Рейзора, что у предыдущих двух моделей, да, Хайпро и Айрона, тубус просто идеальнейший с моей точки зрения, сюда влезет не только эти три вершинки, но еще столько же. Плюс еще сами пробки вот эти, они не залипают и они глубоко заходят, плотно заходят. Сам пластик жесткий очень у тубуса, то есть фактически там на него можно наступить даже и с ним ничего не будет. Но я не буду, конечно, пытаться, но как бы вот по ощущениям проминание, вот руками я при вас делаю, ну очень-очень внушает доверие. Значит, соответственно, сам чехольчик разделен на две либо три части в зависимости от количества секций в удилище, да. Здесь вот у меня две, ну от 1,60 чехол непосредственно, но они одинаковые. Соответственно, большой карман для комлевой части, большой такой же кармашек для второго колена. Никаких проблем с запихиванием, что называется, все залезает со свистом и все замечательно. По поводу липучек, то есть здесь такие резиночки с липучками, тоже очень удобные, легкие, приятные очень решения и прям такое вот эстетическое, скажем так, и в то же время и функциональное. То есть в плане вот этого все продумано, все качественно, придраться просто не к чему. Подписывайтесь на социальные сети, страничек Мультифиш, это обязательно ВКонтакте, Телеграм, Ютуб канал. Покупайте удилища у нас в магазине. У нас официальный магазин, мы берем непосредственно со склада Zemax, проверяем трехкратно все удилища. Плюс даем бессрочную гарантию на удилище от своего магазина и плюс вы еще сможете получить две запчасти в год бесплатно в период действия акции, если даже сами сломаете. Покупайте, заказывайте, всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...